да итак сегодня мы поговорим про мордекайна и стон собрание врагов мордекайна я еще включу чат для того чтобы если что можно было видеть вопросы я уже выключил прошлом стрим был открыт взрывом окне твич поехали итак содержимое книжки состоит из шести основных глав частей это знаменитая война крови между баатезу тоннари демонами дьяволами в этой части собрана информация по демонам и дьяволам вторая глава посвящена полностью эльфам третья варфам и их дьяволокровным родственникам до эргарам четвертая глава посвящена расе гидов и их бесконечной войне друг с другом и майнфлайерами пожирателями разума пятая глава концентрируется на меньших братьях наших альфренгах и гномах и это одна из глав которая радует меня больше всего потому что эти расы как правило обходятся незаслуженно обходятся вниманием во многих источниках ну и шестая собственно это собрание новых монстров с их лоровым описанием с их характеристиками из минусов книжки сразу можно отметить того что здесь есть или минусов или плюсом скорее особенностью новой политики виза артурзы коста является то что они используют перепечатки смысл материалов из уже вышедших книг так дворгар у нас появлялся дворгары в аутов забис у нас появлялись демон лорды и также часть дворгарских монстров но в принципе в целом это вполне понятное изменение которое направлено на то чтобы не было необходимости собирать чтобы книги были более-менее используемыми без всех предыдущих книжек этот поход лично меня не может не радовать потому что как часто бывало вот здесь у нас так как то было 3 5 редакции вот здесь у нас вот эльфы но вы детальное описание эльфов смотрите в расах фаеруна начинаешь смотреть расы фаеруна расы фаеруна бывают таким-то классом смотрите книжку такую-то это дико неудобно в 5 редакции от этого собственно отошли итак поехали собственно первая часть нашего обзора это посвящена именно первым пятиглавам если успеем закончим сегодня все нет будет делать отдельный осмотр монстров но содержимое теперь первых пятиглав оно с моей точки зрения очень важное и на нем стоит остановиться подробнее не так днк не тормози пожалуйста итак оговорение главы крово война крови великий танец лорды девяти дьявольские культы инфернальные комбионы подрасы тифлингов табличка кастомизации дьяволов ну и собственно вторая сторона войны крови это принцы бездны лорды их особенности демонические буны демонические комбионы таблица кастомизации демонов и небольшая табличка в целом посвященная вообще культом исчадий собственно что такое война кровь вкратце когда-то давным-давно нашел это сейчас не лоровая информация внезапно так сим лагает окей давайте посмотрим на стрим сейчас попробуем что-нибудь вырубить так танкер скажи что-нибудь напиши пожалуйста по фиксилась проблема или не пофиксилась хорошо война крови исторические корни этого не крови канули в бездну никто неизвестно суточное обоснование нашелся хитрый ублюдок смертный который продал свою душу несколько раз и демоном и дьяволом а дальше слово за слово завязалась драка это известно конфликты лаффульма и вильных законопослушно злых дьяволов известных как баотезу и каотично злых демонов также известных как тонарин и так же это одна из тех штук почему огромные орды демонов либо дьяволов не объединятся вместе особенно демоны с дьяволом и не снесут к собственно чертям все что у нас существует вообще в игре то есть огромные полки достаточно сильных ребят могут реально истоптать в пыль маленькие клочочки законопослушных добрых и прочих ребят которые либо должны стать более злыми и более боевыми то есть вы работать полностью на войну как демоны либо дьяволы либо полностью исчезнуть с пространства и вообще с этими сетями в частности собственно поехали по содержимое книжки то есть великий танец лоровая информация небольшой пункт про отношения с со смертными и миньонами комментарий морды кайнына собственно небольшой момент как раз мы доходим до момента сейлинг за стикс стикс великая река из греческой мифологии имеется и внутрь вселенной данженс и драгонс собственно эта река течет и через бездну и через девять ордов текла во всяком случае до момента конца четвертой редакции в конце четвертой редакции это у нас немножко поменялось когда смотри получил божественный статус и собственно это именно наличие этой реки позволяла воевать между собой демоном и дьяволом в конце четвертой редакции во время событий известного в фаеруне как раскол второй раскол секонд сандеринг осмодей получил божественный статус это в частности записано в завершающих книгах пола кемпа про священника маска эрэвиса кейла богорожденный если не ошибаюсь годборн да осмодей получил божественный статус быстренько девять без девять ордов он перенес в другую часть астрального плана хаоса таким образом что они между ними появилась между адом и бездной пропала прямая связь когда нет пограницы воевать друг другом сложно так принципе великая война должна была завершиться но ненависть дьяволов к демонам никуда не делась и про все это мы можем прочитать книжки я честно говоря ее прочитать с момента утра еще не успел я был слишком занят другими скажем так нюансами кто видел мой канал реквеста тот поймет кто не видел тому этого знать не надо ну большое количество порталов и прочих хороших вещей позволяют демонам и дьяволам драться по вообще всей мультив вселенной ни в чем себе не отказывая вот кстати интересный такой момент пока еще не перешли до окончания осмотра обзора книги всем известен особенно тем кто из тех меня смотрит и играл в лигу авантюристов известен такой демон лорд как раз так вот краска ты изначально баотезу дьявол можно стать падшем дьяволом и стать демоном это факт собственно опять таки у нас имеется падшая грейс из планские торминта фал фал фрун грейс из игры по из кей торминт которая законодобрая суккуба которая стесняется своего обнаженного тела и содержит бордель интеллектуальных наслаждений прекрасный персонаж собственно здесь у нас опять таки в контексте ввиду того что русский перевод у нас появится хер знает когда фалан фрун грейс имеет контекста именно падшего ангела грехопадения именно поэтому собственно если он где-то здесь фалан фрун грейс это именно грехопадение падшей утеря какого-то статуса именно поэтому перевод падшая грейс является одним из самых наиболее правильных стоит переводить имя грейс как милость чего-то того что в английском языке есть такой мне тоже вопрос такой и так с одной стороны у нас есть легионы проклятых у которых есть свои имена вот собственно сейчас на экране мы видим их описание есть условно легионы с мясом это дрэг лэдженс да есть щилд лэдженс есть сморг лэдженс название них хорошее проклятое добро безупречная казнь удушающийся там клинок вкус резни весьма посвердные ребята судя по всему особенности всех материалов потёрочных является то что они не дадут полного всеобъемлющего знания вселенной во многом эти книги пользу пишутся таким образом чтобы все те книги из старых редакций которые вы честно вот честно честно пречестно с сияющими от честности глазами купили и они вас стоят на полочках все эти там 100 томов игромеха и 200 томов художественной литературы они вас стоят на полочках чтобы это все можно было использовать скорее это вводная книга которая да и даст общее представление если вам понадобятся нюансы вам понадобится много старых книг включая финс фолио 1981 года который впервые появились многие из нынешних сегодняшних героев вот кстати переходим читая крутя описание лора демонскую точку зрения переходим к юголота юголота это такие милые ребята которые являются финдами в классификации пятой редакции но не них нет по типу не демон и дьявол и они собственно наемники которые возраз бесконечно возрождаются на своих домашнем плане поэтому они абсолютно бесстрашные бессердечные ублюдки они собственно говоря первый раз дали мзды эльфам карманторском лесу в окрестностях лунного моря я про них кстати немножко еще расскажу наверно когда мы придем гномом но с учетом это наемники которые работают на обе стороны то есть после описания общую общей ситуации связанной с войной крови переходим или переход к описанию правителей девяти адов это собственно девять кругов ада которые встречаются в христианском мифологии и в том и том и том виде они попали в мифологию днд это авернус с правительницей реэль дис диспейтер минаурус с мамоном флегета с два правителя билиал и фиерна стидия с левистусом мэл долл шизгласий молода молодомини вальзевул крайне один из самых холодных собственно планов это мороз там правит мефистофель собственно в годборне пола кемпа который я уже упоминал главный их герои шейд то бишь полутень паладин латандера бога солнца с папиным мечом дарованным сами маскам святым щитом латандера такая вот дикая смесь справляется на камеру чтобы спасти своего отца будет у вас возможность она есть переведенный на русский язык прочитайте обязательно штука весьма интересный и собственно последний слой девяти адов это несус на котором плавит осмодей осмодей это единственное божество это единственный из правителей адов который про которого не описан игромерки на данном статблок в томе мардеканена и это очень правильно он стал богом богов место блоков они могут сделать все и как там говорилось дайте мне неограниченно дайте мне там пару лет времени я сделал такой был который пилора за пару раундов развалит сто процентов все мы такое делали собственно вот сейчас я как раз смотрю на часть power without limit это просмотре безграничная мощь что он еще про него не надо знать дальше идет лоровая информация про каждого из десяти получается правителей ада мефистофелем кстати можно было столкнуться в дополнение еще если я не ошибаюсь первому never winters night sports of underdark тогда знатно погулял глубокого это было давно 13 лет назад я уже не помню детали и иерархия дьяволов описывается не переходим к дьяволическим культам вот у нас абсолютно шикарнейший арт разбрасывал дискорту московского сообщества лиги пленный судя по всему дэв судя по размерам которому несется внедрены в ряды культистов то ли паладин то ли рога классно и так что дает нам дьяволические культы с точки зрения игра механики во первых они получают различные дополнительные свойства которые не влияют на их cr ну дабы позволяют добавить глубины боевки и вообще мира ощущения того с кем мы сталкиваемся примеру начнем с того что как тут сказано осмодей являет уникальный статус среди культов девяти он любой культист дьяволов является культистом осмодея в том числе поэтому любой нпс кто превозглавляет дьяволический культ получает может получить вашей точки зрения как демо до свойства demands of nessus которая позволяет лечиться за счет своих союзников собственно это на этом построены практически все культовые силы которые даются тем или иным образом вы ослабляете своего союзника получая преимущество либо себе либо давая их другому союзнику плюсом этой расписки является то что она тематически подогнана под каждого из дьяволических правителей и некоторые силы имеют вот как например в культе диспатора либо счетчик раз в день либо зарядку за короткий или длинный отдых и и таковым образом они не становятся бесконечной штукой которую культист может использовать ну это явно явно добавит нарратива плаворности этой боевки мы теперь не сражаемся с безликими культистами которые я культ фанатик блять а почему культ фанатик теомат нихуя не отличаются от культ фанатика какого-то бехолдера ну по крайней мере теперь дьяволические и демонические культы у нас получили свою нарративную составляющую опять таки у них есть сигневича спелс и как говорится в самом начале раздела про дьяволические культы вы можете заменить любое из этих заклинаний которые если если NPC имеет доступ к заклинаниям вы можете смело вычеркивать то что у него было там за клерика за друида за визарда там за паладина и добавлять эти сигневича спелс в список того что он может кастить так вот описание 9 культов переходим дальше следующая часть камбионы камбионы изначально в монстр мануале описаны как полукровки плод союза смертного и какого-то финда в этот раз мы получаем расширение этого камбиона мы вспоминаем о том что у нас могут быть адские камбионы и бездновые камбионы то бишь по полукровки дьяволов полукровки демонов а говорится сразу о том что в зависимости от того с кем связан камбион опять таки список его заклинаний можно переработать с учетом сигнала сейчас указанных в дьяволе в дьяволических культах да два дьявол лорда извините меня за мое за этот кокированный английский за рель и дерион получают возможность связанным с ним камбионом у них могут быть другая свойство вместо финдис чарма это фьюри оф зе найн которая превращает камбиона из полководца харизма бэйз скажем так да в полководство а я иду впереди и всех нарубаю это несомненно плюс большая версатильность существующих монстров это хорошая вещь которая чем еще хороша мне надо владеть новой сущностью у нас как это было допустим хорошо в тех же самых against giants мы берем стандартных великанов добавляем его на полотенце свойство для лепота я честно говоря вот к этим вот вещам которые даются в этих мирах отношусь приблизительно как к опциональным правилам для игроков указанных в дмг то бишь это то что мастер в принципе может сделать самостоятельно ну блять вечно лень ну вот просто лень садиться прописывать думать это то что вам сэкономит много времени когда вы будете вводить что-то связанное с демонами с дьяволами это готовый материал и так способ кастомизации комбионов далее дальше морденкайн морденкайн из томаса офоэс также имеет часть контента направленного именно для игроков и единственное что здесь есть это новая или перепечатка старых подрас тифлингов эльфов гномов дворхов ну и собственно новая раса эгитов собственно вводятся новые подрасы тифлингов с адским наследием мне больше всего скажем так из них понравился тифлинг зариэля увеличение харизмы и силы да у нас появляется тифлинг которого апнули и харизму и сил скажи нет палатином полуэльфом используй тифлингов зариэля также также тифлинги зариэля получают возможность кастовать за длинные отдыхи в зависимости от своего уровня заклинания силинг смай и контриптовматургия палатин зариэля я тебя уже люблю ты уже хорош также также зифлинги становятся весьма виабельными вариантами для сусорсеров то есть возьмем меру в основном за счет наличия контриптов да то есть например дисплейтер сорсеров получить лишний контриптов это в принципе неплохо дополнительный ролеплей это хорошо еще хороший вариант это на самом-то деле для варлоков хотя варлоки как по мне все еще гибромеханически являются достаточно слабыми классами особенно в лиге поскольку мордекан на том что офис является дополнительным выбором по хб не даст доступа не хекс блейд у них новым инвокациям но для кастующего варлока это все еще вариант дополнительные сплы пускай возможности перезарядки это хорошо тот же самый flame blade который ты можешь кастануть с харизма сплкастинг обильцы даже на барде будет хорошо смотреться возможность его использования секунду дайте я гляну нет 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 вопросов никто не пишет дискорде окей возвращаемся дальше после описания кифлингов идет то что мне в этой книжке нравится еще наравне с культами кастомизации комбионов таблички кастомизации дьявола быстрая наброска титула хорошо бесценные штуки в виде personally trades идеалов бондов и flows для дьявола ну personally trade персональная характеристика особенность дьявола так баррес граблер через силу нахер зачем я это прочитал каждая проблема может быть один из примеров каждая проблема может быть решена с использованием силы у меня всегда есть способ получить прибыль от сделки вот химик физик аллох дим хата аллох мира ролевых игр есть правила для всего есть правила для всего ребята если вы пользуетесь этим правилом и вы раньше не делали персонализации ни для кого ни для гоплинов ни для дьяволов то вот вам привезли правила для того чтобы наконец-то провели бондов лавы и трайцы ваших главных противников если у вас кампейн про борьбу с дьяволом или работу с дьяволами если у вас не прописанный дьявол ваш патрон то вы как дм должны вставить в него какую-то штуку из этого или из чего-нибудь другого мы вам говорим он от этого только выиграет и игрок и ваш персонаж демский который вы вводите если вы игрок то накидайте себе патрона по этим таблицам не думая что дем будет против я вернусь немножко вверх и скажу такую интересную штуку в аду у нас плановая экономика и лорд 9 адов осмодей лично выдает души полученные дьяволами под расписком по своим планам все души полученные дьяволами в аду проходят через руки лорда 9 и скорее всего большая часть этих душ на этих руках в общем то и остается я тут дополню хата помнишь когда мы в кинмейкер играли я это было сколько три года назад уже да я сбрасывал тогда этого монстра 666 я адский сборщик налогов да адский сборщик налогов это важно то есть если вы считаете что 20 уровень это максимум то ребята без уровня могут набирать лобов до любого церра так у нас есть 8 человек которые смотрят один включая меня значит 7 вопросов почему-то до сих пор нету так после собственно окончания в табличке стомизации дьяволов переходят к описанию демонов из бездны и тут пошло обсуждение бардов грабблеров ребят я вас ненавижу ладно опять таки лор 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 судя по всему это formed у которого призывает дроул а как бы картинка в самом то деле не подписано но это вполне можем быть чуть ли не ну оаэ кажется там этого у нас гром гром баэнры который в свое время в подземье провел ритуал и случайно, благодаря Лолсу, призвал сюда всех демон-лордов. Да, Лолс это та еще сучка, которая влюблена в мудакадриста, который ей не дает. Ладно, поехали дальше. Я немножко расскажу про эту картину. Как мы видим, цепи на руках этого ряда уже порвались. Так что ритуал уже прошел не так, как надо. Ну, еще не факт. Но через Magic Circle он явно активно пытается прорваться. Я бы все-таки сказал, что он уже прорвался на процентов 30. А потом пойдет Контингенс. Ладно, проехали. Вставочки, лор, демонические амулеты, которые в принципе могут служить завязкой для домашней компании. Это все хорошо. Лорды и их рабы. Описание демон-лордов, о которых вы уже могли видеть. Вот, а тут на картинке нарисован врок дядя моего персонажа Сылкара, судя по всему. Фраз. Фраз Урблу. Граст. Вот, собственно говоря. То, про что я говорил. Про падение. Про падение дьявола, который стал демоном. Интересно, а если демон падет, в кого он превратится? В Солар? Культисты. Вот, хорошая вещь. Писание культистов. По каждому демон-лорду. И это хорошо. Особенно, если вы выводите Out of the Abyss. Это будет для вас полезной информацией. Благо, внутри вы, может, в подземье, среди каких-нибудь безумных культистов, поклоняющихся градству или прочим товарищам, это вполне себе валидная опция. Количество межских слов-паразитов, в моей речи явно больше. Ну, Вархаммер все, наверное, к тем или иным образом знают. Все знают о том, что служить падшим силам, это с одной стороны плохо и хуево, а с другой стороны, они дают много хороших, приятных миштяков. И это у нас описывается в разделе Demonic Booms. Немножко про общее. Обычный, причем, эти буны может давать и обычный демон. То есть, это будет описано ниже. Обычный демон может давать буны, вот согласно этому куску игромеханики, которая здесь приводена, как количество существ, равных количеству его хитбайзов. Демон-лорды таких ограничений не имеют. Принятие демонического буна, это скорее всего, вот в терминах 3-5 редакции, это злое действие. Именно, точнее, в терминах 3-5 редакции, где это было игромеханическо важно, да? Это явно злодие, проклинающий ад, который искажает, развращает душу, и направляет личность в сторону хаоса, зла и безумия. Блин. Собственно, отказ от такого буна, который может сделать какая-то личность, это скорее всего, вызовет гнев демона. Уже с Терном. Ладно. Уровень мощи этих бунов, на самом-то деле, это штука, которая сделает из обычного монстра еще более опасного противника. Ну, представьте себе просто увеличение характеристики, там, силы и мудрости на 4. Возможность заменить сплы на хантерсмартом. Благо, бисэнс говно, слоу, даст. Дополнительное бонусное действие. Здесь дополнительная возможность действия и дополнительные трейты. Демагаргон дает плюс 4 к харизме. Фразурблу дает к мудрости и харизме. Граст, констей и харизме. Ну, думаю, да. Джуи Блекс... Теперь, если культисты и наху кого-то валят, как хорошо полегнулись, они могут бегать на пул скорости и снова кусать. Джуи Блекс, этот демон, лорд, у которого мало культистов, бонус, плюс 8 консте. Ну, правда, дополнительная пенальти, такой же пенальти в интеллект, мудрости и харизме, ну, можно сделать, если у тебя харизма, интеллект бурс изначально низкий, билет отбурс. Газообразная форма всем плюс 8 ребятам с плюс 8 конституцией. Они летят, пролазят облачком и набрасывают. Для магов есть Оркус, плюс 4 кинтиллекта. Ну, Януху это для варваров. Януху, как обычно они досыпают, смех Таша, коронабезумие и эфир, для большинства его пультистов будет очень плохим, потому что Агноли любят драться в достаточно плотном этом саму. Хотя, может быть, разбавят их орды, которые обычно накатывают какого-то аген и не пользуются ничем, кроме того, что подобрали в прошлом набеге. Так, Зюгит Мой тоже такая себе, но это, ребят, таки, достаточно все сильно связано с лором этих самих демон-лордов. Это ценный момент, если вы хотите кастомизировать, сделать, чтобы ваши игроки били не на нейм-культистов, не на нейм-бомжей, то бишь, Бафомет это у нас кто, демон-лорд минотавров культисты дебафометок, у которых вырастают рога, они с топорами, у них ноги уже начали превращаться в копыта, у них получили сил дополнительную, возможно, лабиринт рекола станут приятным разнообразием среди тех минотавров, которых можно в свете лабиринтов, подземья. То, о чем я говорил, чуть ранее, другие демоны тоже могут давать буны, в качестве примеров приведены Балор, Горис, Ромарелит и Налфешни. И описание демонических комбионов. Опять-таки, Сигней еще Спелс, Спешл Трейд, в зависимости от того, с каким демон-лордом связан какой комбион. и таблички кастомизации демонов. Я люблю рассказывать лоз. Угроза это единственный способ общения. Я сделаю все, чтобы выжить. Все, что угодно. Бонды у них вообще замечательные. Напоминают, не будем показывать пальцами. Я идеальный продукт сознания. Рожденный, чтобы формировать окружающую вселенную вокруг меня согласно моих желаний. Все, что я делаю, подтверждает мое предназначение. Это единственный вариант бондов у демонов. Это описывает процентов сорок авантюристов, приключенцев, которых я видел. флоу и дополнительные фичи, которые опять-таки позволяют кастомизировать. Опять-таки ведете там в рока, у которого дополнительные глаза, у него дополнительный адвантаж на персепшн. Хотите сделать слабого в рока, сделайте ему Тинни Винс, он будет плохо летать, а можно сделать летающего не знаю, хезру с маленькими крылышками, которые будут медленно печально летать. Главное ему не в этом не одеть маленький такой подгузничек и не выдать маленький лучок, чтобы он не маскировался под какого-нибудь... пикси... не пикси... не пикси... скорее ангелёнка любви. А если он при этом будет еще очень мастерски вора и хорошо владеть всякими красками, налаживая себя по утрам макияж, он может быть даже проводником для старающейся быть доброй, но не очень разбирающейся в этом парке. Лонго Армус это чисто игромеханическая примочка, которая сделает демон еще более опасным. Давайте увеличим он опять. Кто там считает, что там 10 футов реча мало? Давайте сделаем 15. И собственно дальше идет описание таблички к табличке, которые позволяют создать любой финдовый культ, поклоняющийся любому финду. Он может быть использован для создания культов, которые поклоняются как дьяволам, так и демонам. Цели, ресурсы, организация и слабые стороны, я бы сказал, да. Харсюб. Тяжело перевести сходу. Вместе кстати с табличками из анатара по даунтайму это вообще становится более шкарным, но позволяет легче генерировать противников, с которыми вы можете сталкиваться в даунтайме. Опять-таки сочетание с табличками из Dungeon Master Guide это позволяет легче создавать просто даже случайным образом накидывать, перебирая варианты для домашнего кампейна, создавать противников, цели. давай скажем проще, если вы полагаетесь на создание своих вещей и не можете придумать какие культы будут действовать в вашей компании, решили бросить где 20 на количество этих культов и вдруг у вас выпало 20 и вы решили, что это очень интересная идея, когда в большом городе и в окрестностях находятся 20 разных мунистических культов, но после этого поняли, что просто даже найти книг на то, чтобы придумать этой всей большой массе интересного контента хоть какие-то разности, а не просто вставить большое количество культистов, половина из которых будут вархаммеровские, а вторая половина будут прохаванными ребятами, которые все делают правильно и пытаются жить умом, полагаясь на очень-очень правильных прохаванных дьяволов и демонов, то вот у вас это самое. Много бросков даст хоть какую-то разность между вашими культистами, если вы поняли, что решили сделать их больше, чем можете себе позволить это делать. Ладно, с обзором первой части мы закончили. Вопросы какие-то про что-то посмотреть, рассказать дополнительно надо. Люди, напишите, пожалуйста, в чат из тех, кто смотрит. Либо куда-нибудь в Дискорд. Если вы смотрите этот стрит, то, скорее всего, мой Дискорд у вас есть. есть. Теперь придется все-таки сделать барда-грапплера. Я не буду делать барда-грапплера. Стоп-то. Так, вопросов нет, да? Ну ладно. Поехали дальше. Да, если вы подключились позже, после все еще можно задавать до момента, когда вы к этому моменту прокрутите, досмотрите. Часть вторая посвящена эльфам. На арте у нас в Дроу, Драйдер сражаются с наземными эльфами. История падения эльфов и раздела их на две собственно группы наземные и подземные это история полная предателя в лучшем духе скажем так игры престолов. проигрывающая нация эльфов 15 тысяч лет по моему по предисчислению Фаеруна решила обратиться к демонам Лолс их закарабчила отравила с этим веданаем дядя Карелун рассердился или тетя Карелун с этими мехами стерть поймешь какого он пола и кстати это факт который тянется еще из первой редакции или второй редакции я уже серого вспомню по моему это по следам Вола трилогия была где в конце описывалось что вы видите фигуру которую невозможно понять мужская или женская и это было именно Карелун Лорисиан фигуру фигуру в общем карелон был толерантным еще в те времена 80 лгбт 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 тю ай ай сообщество его основателем являлся карелон лорисиан так что если вы живете в медвежьем углу и вы против этого всего то вам придется либо пересматривать свои тисданы либо пересматривать свои убеждения и цитируя персонажа из одной из моих игр Хап ты помнишь его да наверное Ликера да я помню Ликера все эльфы и это вызвано просто их божеством их создателем как что-то плохое говорят эльфы опять-таки у карелона лорисиана с его детьми эльфами отношения совершенно другие нежели у марадина с дворпами и этим как раз вызвано то что часть эльфов которые позднее стали дроу пошли за лолс карелону насрать это такой child free наверное даже большинство но это не точно потому что в нюансах восприятия лора особенно который описан в книгах первых редакций я достаточно сильно плаваю но вот если марадин на своих детей не посрать то карелону по большому счету насрать больше всего не насрать на тех же самых дроу было только и листри а вот на листри карелону было уже не насрать ладно поехали итак разделенная раса как раз рассказывается про падение про дроу лимфийские диаспоры память описание того как их образа жизни взросления большая врезка про полуэльфов про ставка про пожилых старые эльфы кстати выглядит достаточно жутко и так и а так как это Продолжение следует... Продолжение следует...